В Приморском крае решают, что делать с двумя медведями из питомника Ивана Лещенко. Пенсионер долгие годы ухаживал за косолапами, но после его смерти те оказались никому не нужны. Всего было 10 животных. Кого-то выпустили, а кто-то не выдержал новых условий жизни в охотхозяйстве. Максим Гадун продолжит. Маша, Маша, что? Спать надо, да? Маша и Миша в спячку не впадают. Дремлют в клетках. Привыкли за долгие годы содержание в неволе. Они последние из питомника семьи Лещенко, кто еще в заперти. Живут в охотхозяйстве. Недавно хищников здесь было четверо, но пару пришлось отстрелить. Самец буйствовал. Инспектора постоянно докладывали, что он ее давит, прям вот давит кровь уже. С нее уже идет кровь. До такой степени он ее там задавливал. Эти фотографии, размещенные в сети интернет, взбудоражили общественность. Охотоведов обвинили в истреблении животных. Специалисты говорят, отстрел был вынужденной мерой и медлить было нельзя. Какой у него просился инстинкт? Это все-таки хищник-зверь. Может, он начнет на запах крови, каннибализм проснется, а они всеядные животные. Начнет ее раздерет и будет ее тут есть. Все может быть. Биология непредсказуемая, их поведение непредсказуемое. Отстрел согласовали с департаментом охотнодзора. После туши животных отправили на экспертизу к ветеринарам. Важно знать, почему медведи проявляли агрессию. Но зоозащитники все равно недоумевают. Как можно было стрелять в таких красавцев? Есть же более гуманные методы. Усыпить, например. Как раз в этот период наши специалисты, которые занимаются обездвижением животных, находились на севере Приморского края, в поселке Красный Яр. И решали проблему по урегулированию конфликтной ситуации с тигром, который выходил в поселок. Пенсионеры Лещенко много лет ухаживали за медведями. На их деревенском подворье находился целый питомник. Животные там жили с комфортом, с хозяевами были как одна семья. Сейчас, после смерти Ивана Григорьевича, ухаживать за косолапами стало некому. Питомник закрыли, шестерых мишек выпустили в дикую природу, четверых определили на передержку в охотхозяйство. Осенью, когда в Приморье зафиксировали несколько выходов медведей к людям, многие утверждали, что это были питомцы Лещенко. Всех тогда отстрелили, как потенциально опасных. Специалисты же говорят, что выпущенные животные ни при чем. Расстояние от того места до находки, если брать по прямой километров 70-80, но на пути будет около десятка населенных пунктов. Ну и я считаю, что это чистый абсурд писать, что эти медведи, которые были выпущены там, обошли все населенные пункты и пришли в находку. Сергей Анатольевич говорит, что в крае практически в каждом придорожном кафе живут медвежата. Когда звери подрастают и содержать их становится накладно, владельцы выгоняют их на улицу. Именно такие животные и терроризировали Приморье. Судьба оставшихся двух медведей из питомника Лещенко практически решена. В дикую природу зимой их выпускать нельзя. Не выживут и здесь держать больше невозможно. Уже идут переговоры об отправке Миши и Маши в один из зоопарков Ленинградской области. Максим Гадун, Андрей Толстихин, 5 канал, Приморский край.